Спорно Скандально А кто такие эти гасты-то? Как в Старкрафте? Нет, это просто Ну, это смотрелось настолько круто И в то же время бредово Что это, блин, нравилось всем Извращенный сон Тома Клэнси То есть, благодаря приглашенным таким звездам Они заинтересовывали даже ту аудиторию Которая, ну, казалось бы, совершенно не их Ну, такое будущее Ну, не прямо пипец какое будущее Привет, друзья, и добро пожаловать на наш канал Меня зовут Алекс, это Артём И сегодня у нас вторая часть Воспоминаний о серии Call of Duty Да, мы закончили на Call of Duty Modern Warfare 2 Знаковые части для серии В десятом году выходит в Call of Duty Black Ops Который делает... Какая команда? Я думаю, ты уже должен знать А, Арх... Арх... Три Арх, да Конверт продолжается Фишка Black Ops была в том, что, ну, наверное, это там самый, в кавычках, бредовый сюжет из всех частей Call of Duty Серьезно? Да, это, в принципе, как такой... Три Арх, действительно Извращенный сон Тома Клэнси Серьезно? Почему? Том Клэнси, да, там, один из писателей антикоммунистов, наверное, вообще из всех Ну, известный такой Самое-самое клюквенное вообще произведение при Девы Рок Его... Тома нашего все Клэнси Там у нас история про Холодную войну И все вот эти вот фишки Холодной войны Возведены, опять-таки, в абсолют Ну, то есть, самые-самые сложные моменты Противостояние двух держав Противостояние двух держав, да Вот сложно это дело описать Но у нас там и Фидель Кастро И Кеннеди И ядерные боеголовки И война во Вьетнаме Там, блин, даже есть момент с русской рулеткой где-то, да Там от первого лица, вот эта вот вся байда Это просто, ну, это смотрелось настолько круто И в то же время бредово, что это, блин, нравилось всем Что-то мне даже захотелось Мне безумно нравилось Поиграть Это прямо такой вот шпионский триллер, боевик Но в котором главную роль играют не агенты, а прям державы, нахрен То есть, Советский Союз, там, Вьетнам, США, Пятое-десятое Там господин Резнов появляется Снова С ним история про ГУЛАГ, Воркуту, промытие мозгов Короче, это было очень-очень круто А Чернобыль там был, в этой части? Чернобыль был в первой части в Modern Warfare Ну, опять-таки, когда запихнули, запихнули в игру Чернобыль Ну, на фоне успеха Сталкера Все по максимуму Ну, да-да-да, это было круто Соответственно, это у нас 2010 год Кстати, не все знают, но в Black Ops одного из персонажей играл господин Ice Cube Я озвучивал, да-да-да Круто Да, молодцы они вообще Но Activision же, я тоже, немножечко по верхам нахватался Они же часто приглашали к себе знаменитостей различных Или это уже в дальнейших частях будет? Ну, дальше, да, дальше это будет еще круче Ну, то есть там звезды будут и рекламировать, и непосредственно участвовать в играх 2011 год, Modern Warfare 3 У вас тоже есть Фишка именно этой части, то, что она попала в жесткое противостояние с Battlefield 3 То есть, MV3 против BF3 По чесноку, мое мнение, я люблю серию Call of Duty Мне она нравится именно вот своим вот этим безумием и всем остальным Но тогда Battlefield выиграл, в принципе, на всех фронтах За счет чего? Потому что Modern Warfare 3, в принципе, это такая игра разочарования Не только для меня, но для многих поклонников серии Call of Duty Все вот эти вот безумные вещи из предыдущих Warfare, там, в принципе, были убраны Это был просто заскриптованный шутер без каких-то вот именно фишек То есть, игра ничего нового не предложила, да, в отличие от предыдущихся Там нет каких-то супер-мега-крутых твистов, ничего этого Просто, ну, вот они довели вот эту идею гипотетически Третьей мировой войны до своего финала То есть, там начинается Третья мировая война, и мы на полях сражений участвуем в этом деле В разных частях мира, как обычно Да, персонажи те же самые, когда в предыдущих Warfare, опять-таки, есть смерть персонажей Который всем нравился, но со смертью Гаста это никак, ни в какое сравнение не идет Ну, короче, хреновенькая часть И на фоне Battlefield'а с офигеннейшей графикой Modern Warfare 3 казался прямо конкретно устаревшим Но Activision в тот момент вырулила на фоне Battlefield'а именно своей рекламной кампанией Опять-таки... Продажи-то очень высокие были Да-да-да, как и все предыдущие части, огромными тиражами ее раскупали, но только благодаря маркетингу Сама игра вышла так себе А там была реклама, они уже вовсю использовали рекламу со звездами Я не вспомню название, но, по-моему, это было что-то типа Noob vs. Pro И там был Сэм Уоррингтон, чувак из Аватара И Джона Хилл, популярный комедийный актер И, по-моему, еще Роб Риггл Типа такое противостояние, да? Да-да-да, была реклама с Робом Ригглом А Роб Риггл это чувак, который, в принципе, есть во всех комедийных сериалах вообще, которые выходят в США Ну, то есть, в одной-двух сериях всех сериалов он был точно Все его точно знают Опять-таки, да, они акцентировали не только на геймеров, но и на домохозяек, которые во время ужина смотрят сериалы То есть, благодаря приглашенным таким звездам они заинтересовывали даже ту аудиторию, которая, ну, казалось бы, совершенно не их Да, игра, но игра так себе Им нужна была революция, им нужен был софт-ребут И здесь на горизонте уже маячил Xbox One Ребут назвали Call of Duty Ghosts Но, поскольку конверт должен был работать каждый день Ребята из компании, твоей любимой Арх Трей Арх Делают Call of Duty Black Ops 2 Поскольку там Modern Warfare 3 казался устаревшим, Black Ops 2 тоже казался Ну, прям, ну, кипец Уже на тот момент люди думали, блин, сколько можно делать То есть, они что, на те же грабли, что ли, наступили? Плюс-минус, да Да, но Black Ops 2 вырулил благодаря офигенному сюжету Там, как бы, это вроде бы как будущее, но со флешбеками из современности Сама игра построена как диалог, по-моему, это то ли лечебница, то ли что-то такое Между персонажами, которые вспоминают, что было И потом игра заканчивается на том моменте, когда они разговоры заканчивают Маркетологи Activision очень круто использовали актера Камар Дель Рейес Театральный актер Это очень известный южноамериканец Да, чувак из сериалов, красиво поет Пригласили Трента Резнера написать саундтрек и заглавную тему Это, наверное, одна из самых известных мелодий из компьютерных игр, в принципе Ну, Трент Резнер дохрена для чего делал То есть, там, по-моему, Бэтмен и Робин на Сеге Ну, я имею в виду, из самой Call of Duty из этой части Да-да, вот это заглавная тема Black Ops И, ну, они очень грамотно, наверное, пригласили консультантов по вообще Современной войне и войне будущего, может быть, фантастов Там все закручено на дронах Ну, то есть, да, там, войны будущего, они будут все-таки завязаны больше не на полевых каких-то сражениях А за всех будут воевать дроны Было круто И фишка Они добавили фишку, не такую, чтобы прям супер важную Но нелинейный сюжет Концовки было три То есть, можно было делать выборы какие-то по ходу игры На канон это не сильно влияло Вот, но, да-да-да Там в зависимости от того, по-моему, то ли где что ответишь Или где кому пулю в лоб пустишь А такая будет концовка И концовок было три И все они были так себе И слоган Black Ops был The future is black То есть, будущее так себешное И, в принципе, они вот именно эту модель отыграли как надо И режим зомби, да, который, в принципе, всем зашел Но тогда людям уже Call of Duty начинало надоедать Получается, что Black Ops это была как бы такая последняя часть Старых Call of Duty И новый вот этот ребут, как ты сказал Ghosts, да, призраки Она должна была чем-то серьезно отличаться от предыдущих частей Да, да, они сделали ставку на... в кавычках По-другому никак На новый движок Хотя это, блин, опять-таки, IV-Engine Который там и давным-давно был Quake-Engine Но вышло все не очень Не очень? Честно, да Ghosts, на мой взгляд, самая хреновая часть вообще из всех Call of Duty Они назвали Ghosts, потому что многие хотели Помнили про персонажа по имени Ghosts из серии Modern Warfare У Ghosts была куча красивых анонсов Там какие-то разработчики выходили, все так гладко стерили Показывали эту долбанную собаку Типа, вот смотрите, какая у нас графика И теперь в игре будут даже собаки Но собака там вроде как была там пару раз за всю игру Да, и довольно-таки дурацкий сюжет Ну и вообще игра, ну... А кто такие эти гасты-то? Как в Старкрафте? Нет, это по сюжету игры это прямо элитнейший отряд Кого-то там... Там вообще противостояние Северной Америки и Южной Америки То есть Южная Америка объявляет коалицию Ну, короче, хрень Единственное, что мне понравилось, это антураж игры Это такой пост... нет, предапокалипсис Ну, то есть в стране... в мире голод, холод, все плохо Да-да-да, и вот в этот период происходит игра Ну, там ничего интересного не было Ни крутого сюжета, ни обещанные классные графики Мультиплеер тоже был ни о чем Собаки было мало Собаки было мало И в принципе про гастов все быстро забыли Не будем играть Ну, я бы... даже вот... чтобы освежить память Я ни за что в жизни не запущу эту часть Хорошо Итак, переносимся в... какой у нас код уже? Со серии Call of Duty легко забыли Десятый? Или уже позже? Нет, Ghosts это у нас тринадцатый год Слушай, сколько там вообще частей-то их вышло? Двадцать шесть Двадцать шесть? Нет, если там взять вообще все ответвления То есть то, что было на мобилках, на портативных Ну, давай без этого Да, мы про это не будем говорить Ну, по-моему, двадцать шесть Двадцать шесть Попалдеть Всего номерных-то, которые есть на ПК, меньше Ну, так вот Call of Duty Advanced Warfare Угу 2014 год Угу, постепенно мы все-таки приближаемся К современности уже Да И как ты думаешь, какая компания его делала? Триарх Нет, они подключают третью компанию Которая тоже встает на конвейер По производству Call of Duty Уже четвертой, я кажется Ну, там были компании, да, которые делали на PlayStation 2 Ну, короче, все ребята из Activision делали какие-то части Call of Duty Компания называется Sledgehammer Games Угу И они делают вот как раз новую часть Фишка Advanced Warfare То, что это, ну, такое будущее Но не прямо пипец какое будущее В смысле, недалекое будущее? Ну, грубо говоря, да Недалекое будущее Фишка, то, что это экзоскелеты У солдат И в основном В мире рулят не армии стран А ЧОПы Частные военные предприятия Подожди, экзоскелеты Это, помнишь, был какой-то мультфильм Такой еще по первому каналу показывали Чуваки в этих роботах одевались И противостояли каким-то мутантам Такие экзоскелеты? Нет, нет, там прямо калька с... Я, правда, не скажу, кто с кого срисовал Фильм Аватар? Не-не-не-не-не Сейчас скажу Чужой Нет, прямо фильм Грань будущего А Примерно, да, прикидываешь Про что это дело было А Хайп Трейн продолжал нестись Они, в принципе, да Игра вышла неплохая Они туда просто запихнули Самого популярного на тот момент актера Из сериалов Из самого обсуждаемого сериала Карточный домик Господин Кевин Спейси Кевин Спейси играл там у нас главного злодея И отыграл прямо молодец как нам У Кевина Спейси не привыкать играть злодеев Ну да По нововведениям Этот экзоскелет Это, блин, то же самое, что было в части Crysis Когда у тебя там максимум пауэр И ты мог с руки дать очень сильно Максимум аджилити Ты мог прыгнуть высоко Короче, ничего нового, ничего интересного Не предложили, да, получается Ну, в принципе, неплохо Можно было бегать по стенам в мультиплеере Непонятно, правда, зачем Ну, чтобы в тыл врага прорваться Ну, в принципе, вот, наверное, все, что можно про эту часть сказать Ну и маркетинг, как обычно, был на высоте Да, опять-таки Call of Duty купили практически все на тот момент 2015 год Call of Duty Black Ops 3 И делает его Триарх Вот тут бы ты угадал Ну, у нас викторина просто закончилась, видимо Ну, да А что про нее рассказать? Про будущее, небось Да, опять Там прям будущее, будущее Про хакинг Био Чуть ли не биохакинг Прикинь, какие слова знают Ну, что Притеча масс-эффект Ну, да Но ничего в ней такого Прямо, чтобы классного-то и не было Ну, просто часть Call of Duty Красивая, да Ну, что там, роботы Да, наверное Если там были дроны, то тут, наверное, какие-нибудь Что-то Да, блин, а я вот Ну, то есть, она мне как-то не отложилась в памяти А, даже и не вспомнишь Особо Ну, что-то там будущее Хорошая часть, видимо Что-то там будущее Что-то там Кто-то кого-то взламывает Какие-то корпорации Ну, Call of Duty, как Call of Duty Помню, она прям кипец какая заскриптованная Ну, то есть, там Например, там Стеклянная стена И ты вот не можешь ее в ней выстрелить и сломать Но вот если скрипт То к ней подходит NPC-шник и ломает Ну, вот как-то так Да Фишка в маркетинге была Ее рекламировал чувак Майкл Б. Джордан Это у нас, помнишь, в Как его? Черная пантера Злодеи из Черной пантеры И Каре де Левинь Это такая популярная очень модель Да, в чужской модели Да, они были в рекламе Ну, как и все части Call of Duty Ее раскупили большим тиражом Все было круто Но оценки были так себе И там, я думаю Пару баллов-то накидывали Все за зомби-режим Ну, потому что он был Я думал, за Кару Как всегда крутой Ну, и кто за Кару Кто за Майкла Б. Джордана Представляешь, если бы там С Карл Тлехонсом Да, я думаю, Activision Когда-нибудь все-таки Дойдет и до этих сверст Услышьте нас, Activision Так, понятно Значит, 15-й год Это Black Ops 3 И тут мы приходим В 16-й год В Call of Duty все просто Наверняка, очередная часть В 16-й год Это у нас Black Ops 4 Рано Рано Ты забегаешь вперед В 16-й год Это у нас Call of Duty Infinite Warfare Его делает Infinity Warfare Как все сложно С этими названиями Advanced Warfare Modern Warfare Infinite Warfare Infinite Warfare Здесь у нас прям Будущее-будущее-будущее Космос Снова Космос даже Какие-то коалиции Я говорю Mass Effect Ну да Сейчас я тебе попробую Объяснить Что-то в стиле Компании За Хумана В StarCraft Но до появления Протосов То есть там Какие-то федерации Против коалиции Я Джима Рейнера Тогда возьму Вот, да Федерации Против коалиции Ничего интересного В этой части не было В рекламной компании Ставку делали на бой В открытом космосе Когда там Чуть ли не по МКС Там они вот прыгали И друг друга стреляли Ничего интересного не было Это было заскриптовано А звездные звездолеты Там были? Звездные звездолеты Тоже были Класс Но если это у нас Это же Star Wars уже В 2016 году Какой самый популярный Был сериал? Игра престолов Игра престолов И в Infinite Warfare Играл Джон Сноу Главного злодея Ну то есть Был Кевин Спейси Теперь Джон Сноу Кит Харингтон Ну кстати На самом деле В этот период Единственная часть Которую я играл Из Call of Duty Это был ремастер По-моему В первой части Можно Warfare Да Мне понравился Он шел как дополнение К Infinite Warfare И к его какому-то Делюкс Не делюкс Изданию Что-то такое Хотя потом Со временем Они сделали Что можно купить его отдельно Сейчас до сих пор Подается отдельно В Steam Можно взять Класс Кто не играл Кто хочет Понять Фишку Call of Duty Можно спокойно Поиграть С обновленной графикой Делали его Raven Software Вообще Raven Software Они на протяжении Всей истории Call of Duty Помогали Основным компаниям Делать мультиплеер И здесь Им просто доверили Перерисуйте Текстуры И выпустить Вышло очень Ну вот По моим воспоминаниям Действительно Выглядел симпатично Но Не сказать Что у меня тогда Был какой-то Суперкомпьютер Может быть Он на максималках Не тянул Но на мой взгляд Картинка была Неплохая По моим воспоминаниям Я еще играл И стрелял Как Half-Life Второй Если можно так сравнить Конечно Не уступала Картинка Было здорово Мы почти добрались До конца Сейчас 17-й год Конец Зима близко Джон Сноу И Наверное Выходит Black Ops 4 В 17-м году Выходит Call of Duty World War 2 А я опять Не угадал Получается Рано Рано Ты спешишь С Black Ops Call of Duty World War 2 Делает его Слэджхаммер Геймс Подожди Опять Вторая Мировая Ну Во-первых Activision Подключили Еще одну контору Хотя Слэджхаммер Да Был Короче Делает Слэджхаммер Геймс Они возвращаются Ко Второй Мировой Войне Потому что Вот эти Бластеры Космос Уже Вот так Вот у всех Были Ну и Шепард Тогда уже Третья часть Прошла Макс Да Да Call of Duty Про Вторую Мировую Войну С компанией Только за Американскую сторону А Ну просто Недостаточно Майно Высаживались В Нормандии Ну Как-то так Они единственное Несмотря на то Что это Call of Duty Сделали сюжет Более Как это По-русски Сказать Скажи Как Менее масштабно Менее масштабно То есть Это была История Просто Небольшого Отряда Взаимоотношения В этом отряде Их Флэшбэки В Там Чуть ли не детство И как они Вообще До жизни Такой Докатились И как же Плохо Какая же Плохая штука Война Ну это прям Кэнон Фодор И Бразер Сенар Который Ну да Ну да Call of Duty ВВ2 Ну Call of Duty Как Call of Duty Тоже Ну ничего особенного Нормальное Пойдет Три с половиной Из пяти Хотя я думаю Это были В принципе Ее оценки Но потом Мы переносимся В наш любимый Восемнадцатый год И давай World War 3 Black Ops 4 Я был близок Все это время Да Activision решает Добить тему Black Ops Кстати не добил Мы к Black Ops Еще вернемся Хорошо Это фишка Black Ops 4 То что в ней Нет синглплеера Вообще нет Синглплеера Это такая игра Сервис Ты ее покупаешь За фул прайс И играешь А-ля Первое что приходит На ум Это Overwatch Но там более масштабно Там тоже Классы Тоже Спецоружие И спецприемы По-моему Классы Это что ты имеешь в виду Типа разведчик Гранатометчик Разведчик Да Вот такие штуки Но Она получила Офигенные оценки И очень Большому количеству Людей зашла Потому что Они добавили туда Свой Battle Royale Battle Royale Да Который назывался Вспомнить бы название Blackout Это вот 18-й год Да А Ну в то время Уже же появились Про Overwatch Ты сказал Был Господи Паг был Паг Да Ну чего тогда Только не было Всяких этих разных Стрелялок С режимом выживания И вот этот Battle Royale Fortnite когда вышел Уже был он тогда А я настолько Не люблю Fortnite Что я даже Не смогу тебе ответить Присоединяюсь к тебе Единственная Историческая ценность Black Ops 4 В том То что Это первая часть Call of Duty Которую добавили В Battle.net То есть Лаунчер Магазин Blizzard Да Blizzard Activision Blizzard Короче Ну а смотри Еще в принципе В тот момент Уже все понимают Что мобильные Игр Приносят Очень много денег И ты говорил Что много выходило Вот на старых Еще Мы Nokia Вспоминали А в этот момент На телефонах Что-то происходило В серии Call of Duty Или Вообще Они выпускают Call of Duty Mobile Да Они не сильно Заморачивались С названием Да Я честно Скажу Я не очень люблю Мобильные игры А как же The Plague За все время За все время Что у меня Есть мобильные Телефоны Я прошел Одну игру И она Называется Кормагеддон Ремонстер Нет Блин В конце ролика Короче скажу Открою В телефоне И скажу Вот А Call of Duty Mobile Фишка была В том Что они взяли Там Карты Из Black Ops Из Modern Warfare Из тех старых Тот же самый Движок Ну по-моему Вроде бы как Тот же самый Прикольный Мультиплеер И я думаю Call of Duty Mobile Приносит Столько бабла Activision Будь уверен Что это просто Охренеть Они наверное Уже покупают Себе там Восьмую яхту Острова Пятнадцатый Автомобиль Да И борется Кто первый Купит у них Там остров В среде Топ руководства Потому что Это прямо Вот это прямо Ну это прямо Взрыв Мобильного рынка Ну да Микротранзакции Все Когда анонсировали Diablo Immortal Не в тот ли Период Когда Они поняли Что мобильные Игры Приносят Очень много Денег И Activision Стала Той Не сильно Любимой Нами Activision Ну мне кажется Immortal Анонсировали Году В восемнадцатом Да Примерно Да Наверное В тот Но если Как бы На Diablo Immortal Все такие У Call of Duty Все таки Другая фанбаза Не такая Как у World of Warcraft Там и Diablo И все такие Ей Класс Можно На работу Поиграть В колду Ну нормальная игра Я не эксперт По мобильным играм Но Честно скажу Я пару карт Там сыграл Ну пойдет Но прямо там Сидеть И в это дело Играть Постоянно Есть вопрос А вот Помнишь Я говорил Что В ремастер Первого Modern Warfare Я поиграл Да Мне понравился Я на самом деле Купил еще Ремастер Второй части Класс Ну И до сих пор Он у меня Купленный Скачанный И ни разу Не запущенный Ну Наверное Так У сорока Процентов Всех Кто купил Call of Duty Он у них куплен И ждет Там Очень большое Количество игр В стиме Которые Покупал На распродажах И ни разу Не запущенный То же самое И в PlayStation У меня Для коллекции Какой-то Купятся Не знаю Может быть На пенсии Когда-нибудь Я сыграю В них Если повезет Но вообще Да Очень классный Ремастер С удовольствием Мною пройденный Но фишка В том То что Когда я его Прошел От начала до конца Он в принципе Мне не показался Прям пипец Каким ремастером Но потом Я запустил Тот Call of Duty И понял Что блин Да Все-таки ремастер Да Тогда графика Была немножко другая И все-таки Это действительно Нормальный Прикольный ремастер Единственное Это 4 часа Потому что Это ремастер Только компании Там нет Мультиплеера Даже как опция То есть Купить За 4 часа Пройти Я не знаю То же самое Что ремастер Мафии Ну плюс-минус Да То же самое Чем еще Запомнился 2019 год Это последний Год до карантина Во франшизе Call of Duty Вот сейчас Будет взрыв мозга Это Компания Infinity Ward Выпускает Modern Warfare Опять? Он же уже был Нет Был Call of Duty 4 Modern Warfare Я уже немножко Запутался В этих названиях Потом был Call of Duty Modern Warfare 2 Так Call of Duty Modern Warfare 3 Так И потом выходит Call of Duty Modern Warfare Без цифр Без цифр Но с Call of Duty В названии Это софт-рибут Первых частей Первого Modern Warfare Фишка Там действительно Новая графика Ну то есть Они действительно Да Сильно потерли Движок Quake 3 И что-то туда Добавили свое Выглядит круто Красиво По своей методике Маркетинга Они вернулись К тем временам Когда они первые Запустили игру Такого уровня Про современную войну Тоже хайп Тоже очень много Чего похоже На современный мир Тоже так Такой черный пиар А там что Ближний Восток Упоминания по телеку Опять-таки У нас в России В новостях Там про это дело Говорили Блогеры высказывались О том Что они эту игру Покупать не будут И вот эти все дела И Точно-точно Как-то так вышло А поскольку Это софт-ребут Но это не софт-ребут Это как бы Пролог К тем частям Но с новой графикой Там у нас В кавычках Типа Сирия Типа Россия Типа Наши генералы Ну Спорно Скандально Но по геймплею Это опять-таки Да Тот же самый Веселый Call of Duty Но блин Там такие моменты Есть Ну прям вообще Шок-контент Но это Видимо у них Такой мартфетинг Слушай Ну а вот еще У меня друзья Я помню Что в прошлом году Много рубились Какой-то там Бесплатное Выходило Тоже типа Battle Royale Или что-то такое Очередная Эта часть Я просто Я уже настолько Запутался В этих всех Названиях Немудрено Вот И ну как бы Народ залипал Вполне себе Так и есть Call of Duty Warzone Warzone Это отдельный Да Call of Duty На движке Вот последней части И это Battle Royale Фишка в том То что Они в принципе Сделали такой Battle Royale Который может Вечно существовать Вечность Да Там здоровая карта Там есть Свои ивенты Свои сезоны Когда выходит Какая-то Будет выходить Я уверен Новые номерные Части Call of Duty По этому поводу Будут в Warzone Ивенты Вот мне про это Друзья как раз Рассказывали И антураж Они сделали такой Карта Warzone По-моему Называется Это город Верданск Ну вымышленный Наш Всеми любимый Российский Стандартный Городок Привет Today Z Да Да И Похоже на Сейчас скажу Ну что Escape from Tarkov Ну то есть Своим антуражем Своим внешним видом Похоже на Tarkov Но не настолько Ты играл? Более масштабно Чем Tarkov И менее реалистично Чем Tarkov Но при этом весело То есть Хорошие оценки Хорошие обзоры Всем эта часть Точнее не часть А всем Warzone Понравился А тебе Как ты играл? Нет Не играл Но Что-то не понравилось Но я верю Да Я верю Тем Обзорщикам Которые про него говорили Что это круто Я просто не люблю Battle Royale Я вот люблю Call of Duty Это 4 часа Полнейшего бреда От которого Там Кленси Переворачивается В гробу Слушай Ну получается Все что было До сегодняшнего дня До сегодняшнего года Мы Осилили Мы приходим В 2020 Мы добрались Да Наконец Вот Может быть Мы там Не все 26 частей Озвучили Я просто Даже не считал Но мне кажется Их очень много Ну правда Очень много Правда Я тебе могу сказать Потому что ты успел Нам озвучить Мы приходим К новой части Которая вот Выходит Буквально Со дня на день И судя по роликам Которые есть в сети Она будет Бомбическая Бомбическая Я прямо жду 14 ноября Пипец как Я понимаю Что это 4 часа Но зато Какие 4 часа Это будут Единственное Единственное Души джаба Конечно Да Платить Фул прайс За 4 часовые Не бюджетно Чего совсем Потому что К мультиплееру Я прохладно отношусь В Call of Duty Сейчас Потому что Все друзья С которыми Мы рубились тогда Еще во времена Modern Warfare 1 Уже в принципе Особо-то и не играют А если бы и захотели Непотянутых компей Это дело Или играют В Overwatch Ну да А что у нас выходит Холодная война Call of Duty Black Ops Cold War Black Ops Black Ops Cold War Делает его Триарх Там будет Зомби режим И там будет Опять И будет Холодная война И будет Холодная война Там будет опять Это веселуха С клюквой С шпионами Там будет Рональд Рейган Он появлялся в трейлере Будет что-то такое веселое Ну вообще Сам сеттинг Мне кажется Будет интересным Реально Вот если это все Реальд Рейган Вот эти шпионские разборки Блин Там будут уровни В России В Восточном Берлине На базе КГБ Даже будет То есть там Главный персонаж Скорее всего Будет переодеваться И выдавать себя За Ивана Петренко Ну что-то такое Класс Будет здорово Да Это Call of Duty Опять-таки Он раскупится Миллионами тиражами У него будут Более-менее Хорошие оценки Я уверен И будет круто И он будет жить Благодаря мультиплееру И зомби режим Ну это точно Совершенно Не последняя Call of Duty Которую я увидел Что за чертовщина Вот Ради чего Ты смотришь эту пленку Иди машина Тёмно Вот по всему тому Что ты рассказал О серии Call of Duty Я понял для себя Ну прежде всего То что у них был Классный маркетинг И благодаря этому Игрушки выстреливали В плане продаж Они были на хайпе На фоне Черного пиара Просто пиара Который им делали Издатели В связи с этим У меня к тебе Есть два вопроса Погнали Первый вопрос Это какая была Мобильная игра Которую ты прошел Одмар Аркада Про Викинга Про Викинга И все Больше я ничего не проходил Никогда на мобилах Ну что же Неплохо А второй вопрос Он на самом деле Довольно простой Наверное Ну и сложный Чем же цепляет Серия Почему люди Из года в год Покупают ее И продолжают играть Почему лично Ты в нее играешь Ну тут Ответ В принципе простой Ответом Ой Вопросом На вопрос отвечу Почему люди Каждый раз Ходят в кинотеатр Посмотреть новую часть Джеймса Бонда Пожалуйста Шоу Да-да-да Это как голливудский фильм Как попкорн То есть раз в год Пройти игру С какими-то яркими событиями Которые там происходят И в принципе Все и удалить Забыть о ней И ждать следующий Следующий ноябрь А по поводу маркетинга Параллель В принципе Если мы подумаем О том Как себя позиционирует Activision Тут на ум приходит Компания Apple Со своими айфонами То есть айфон Выходит так же Каждый год Как и новые части Call of Duty И выстраиваются очереди Выстраиваются очереди Хотя там В принципе Ничего нового В них нет И они или подсматривают За кем-то Когда кто-то Где-то что-то сделает Они такие Блин А мы типа первые Это сделали А на самом деле У них то же самое Но только Просто реализовано Может быть Чуть-чуть получше Получше Покрасивее Да И в серии Call of Duty Я думаю Примерно то же самое Ну что же Вполне имеет Право на существование Такая модель И действительно Ну что В первую очередь Продажи Продажи говорят о том Что модель работает Не стоит забывать Не стоит забывать о том Что серия Call of Duty Приобщила к видеоиграм Вообще Пласты населения Которые до этого Про видеоигры Думали о том Что это какое-то Задротство Сидеть ночами Кого-то там прокачивать И вообще Никакой социальной жизни Привлечением Всяких Селебрити Актеров И звезд Они Очень-очень Грамотно Это продемонстрировали Миру Тем у кого Просто есть Там приставка Пылится Где-то в углу И нет игр Почему бы не взять Call of Duty И было Несколько Классных Коллабораций Сложное для меня Слово Коллаборация Например По-русски Да Мне очень понравилась Связь Call of Duty Black Ops 2 И группы Avenged Sevenfold А Точно Да-да-да Кто играл в Call of Duty Не знал Об Avenged Sevenfold Они прям Сразу побежали Скачивать И покупать себе альбомы Кому нравился Avenged Sevenfold Они такие Блин Там же играют Наша любимая музыка Там наша Наша любимая банда Давайте тоже Поиграем Скачаем Вот благодаря Вот этим Маркетинговым Всяким Ухищрениям И всяким Таким Грязным трюкам Call of Duty Остается И я думаю Будет еще лет Ну 20 Не знаю Сложно дать Такой прогноз Но будет Все возможно Топом И всегда будет На хайпе Здорово Вообще Нам было бы Очень интересно Узнать Как у вас Произошло Знакомство С серией Call of Duty Или может быть Другими Играми Которые работали В таком же сеттинге Вот что вы думаете В принципе Об этой серии игр Какие части Вам понравились Какие не понравились И почему Пишите комментарии Мы внимательно Все читаем Отвечаем Вот Любим подискутировать Спасибо Что посмотрели Эти ролики Осилили их Было непросто И нам И вам А мне было Очень сложно Запомнить Все эти названия И Сейчас вот Ролик закончится Будем их повторять Тема мне Подготовил тест Вот Посмотрим Как я его пойду Подписывайтесь На наш канал Ставьте лайки Делитесь С друзьями И Увидимся В ближайшее время Пока Помимо Вот этих Сумасшедших сюжетов Фишка Почему Ты продолжаешь Играть В эти части Если бы Я знал